Ну что дорогие, встык в стык снова с вами. Сегодня у меня в гостях разговаривающий шок-контент, баскетболист Иван Лазарев. Вань, привет. Привет, привет, Саша. Спасибо, что позвал. Ваня играет в центровом Вуниксе, собственно, на Казанском. И мы с ним как раз перед записью обсуждали эту историю о том, что баскетболисты, оказывается, умеют разговаривать. Для кого-то это шок. И вот сегодня Ваня точно всем докажет, что баскетболисты не только разговаривают, а еще очень классные, интересные ребята, за которыми интересно следить. Ваня видит классно свой телеграм-канал и ютуб, который называется «Канал Лазаря». Так что, если что, подписывайтесь везде, слушайте, комментируйте. У него классные влоги, он очень живо обо всем рассказывает, начиная от завтрака, заканчивая какими-то прикольными штуками, связанными с баскетбольным бытом, назовем это так, и многое другое. Вот. Вань, ну, пока я тебя тут, значит, пререкламировал, теперь у меня к тебе такой вопрос. Если бы тебя попросили коротко себя характеризовать, как бы, кем бы ты себя называл? Понятное дело, что ты баскетболист, но просто кроме этого у тебя же есть прям целый, как мне кажется, пул, дел, которым ты занимаешься, у тебя чуть-чуть насыщенный график и многое другое. Вот как бы ты себе рассказал? Вот сейчас одна женщина, я с ней работаю, Олеська Чуткова, реабилитолог. Она мне как раз посоветовала одно психологическое упражнение. Это разделить всех личностей внутри себя и спросить у каждой личности внутри себя какой-то вопрос, да, который актуальный сейчас для тебя, как для комплекса личностей, потому что в каждом человеке живет много людей. И вот как раз твой вопрос очень стыкуется с той темой нашего разговора. Я баскетболист, я сын, я отец, я блогер, влогер, я ментор для кого-то. Во многом я хочу заниматься дальше этой темой с тимбилдингами, то есть можно сказать коуч. Я просто не любу сейчас очень многие слова, опошлили и испоганили все эти товарищи-инфо-цыгане. Нет, как это правильно назвать? Гиганты инфобизнеса, скажем так. Чтобы никого не задевать, но оскорбленные всегда найдутся. Что еще? Я комментатор, я люблю это дело тоже. Я комментировал киберспорт, я был спортивным директором киберспортной организации Virtus.pro. Это тоже был отличный опыт, который помог мне увидеть, как команда выглядит с другой стороны, со стороны организации, со стороны руководства. И какое может быть недопонимание у одних к другим, то есть, понимаешь, по другую сторону этой дороги очутился. Что еще? Да, наверное, просто товарищ и друг, интересный собеседник. И все в таком духе. Много-много всего. Слушай, я вот как раз хотел про Virtus.pro спросить, потому что я когда изучал твою биографию, ну, в целом читал, когда, ну, давно, вот, меня это шокировало, ну, потому что, сам понимаешь, опять же, стереотипы. Когда человек начинает заниматься профессионально любым видом спорта, если он может делать какие-то шаги вне спорта, то это обычно уже после карьеры, в лучшем случае. А в худшем случае обычно ребята не могут понять, чем им по жизни заниматься, потому что у них 24 на 7 были тренировки, не знаю, они его что-то там играли, не знаю, расслаблялись, но точно не думали о будущем. А тут получается, что ты сделал перерыв, там, полтора-два года. Полтора, да. Вот полтора года. Начал заниматься, ну, как мне кажется, вообще другим делом. Как так получилось? Чем ты занимался? И вот расскажи об этом опыте, потому что, мне кажется, это жутко интересная тема. Я не могу, это уже избитая фраза, я постоянно ее говорю, когда меня спрашивают. Мне кажется, что у меня кризис среднего возраста начался на 10 лет раньше, и я в 30 лет сел и начал думать. Это был как раз вот этот коронавирусный год. Мы закончили сезон с Руной, я тогда в Суперлиге в Руне играл. Раньше времени, неопределенность, это самоизоляция, непонятно какие-то правила, то они есть, то их нет. Ну, в общем, смута была везде, во всем мире, мне кажется. У меня у мамы были проблемы со здоровьем, со спиной. Слава богу, сейчас все хорошо. Мам, дай бог здоровья, привет тебе. Занимался ее спиной, занимались операциями, и все это было на фоне этого коронавируса. Было очень тяжело. Все всякие бумажки, справки, анализы, потому что туда впускают, сюда без теста не впускают, туда оттуда не выпускают. Ну, в общем, это все очень-очень затянулось. И так получилось, что я не смог вовремя начать сезон с командой, потому что, ну, как бы не мог покинуть пределы Московской области, потому что мне нужно было там в течение двух часов приехать, если что-то с мамой не так. Но в тот момент я как раз задумался, ну вот а что? А что я буду делать, когда я закончу? Что еще я умею? Что еще Вань Лазарев может? И тогда у меня начали появляться разные-разные мысли. И вот одна из этих идей про тимбилдинги, как раз я сейчас подведу плавно к Virtus.pro, потому что непосредственно это назначение, оно и вылилось из моих тимбилдингов, потому что я уже пришел с готовой идеей. Ну, в общем. И тогда, когда было немного свободного времени, мне предложили... Дима Головин, тоже товарищ, он раньше... Дима Головин — это андерграунд соцсетей баскетбольных и артхаусов. Просто тоже легендарная личность, широко известная в узких кругах. Предложил мне запиратить российскую суперлигу баскетбольную и покомментировать ее. Я говорю, зачем пиратить? Давай я позвоню, сейчас узнаю. Я позвонил там все, быстро все это в течение дня решили. Нам дали матч на небольшую аудиторию ВКонтакте. Мы покомментировали раз-два. Потом случилось такое, что мне Дмитрий Матеранский со мной связался, Максим Абрамов. Максим Абрамов ныне — это медиадиректор «Единой лиги ВТБ». Дмитрий Матеранский — тоже пахальная фигура в баскетбольных медиа. Сейчас вот у него шоу «Взял мяч». Все помнят на 7ТВ НБА-360. Вот это Дмитрий, если что. Он мне вчера, кстати, сказал, что я ему давно не напоминал о том, что я в детстве смотрел его передачи, поэтому я вчера был у него в гостях. Я решил, так сказать, пейбэк устроить, отплатить Дмитрию. Пригласили меня попробовать покомментировать «Единую лигу ВТБ». Я с радостью согласился. И как-то пошло, понравилось. И, ну, собственно, и руководству, и мне понравилось. Я получил удовольствие от процесса. И от зрителей был очень хороший фидбэк. Мне очень много друзей написали, что вот, классно, вообще продолжай. И тут же появилось предложение от Эмина Натаняна попробовать себя в качестве комментатора Доты. Потому что он знал, что я люблю Доту, что я слежу за Дотой, что я разбираюсь. Я сказал, что ну окей, надо попробовать, что нужно для этого сделать. Он связал меня тогда с CEO Рухаба, тот дал мне тестовое задание, которое я выполнил там за несколько дней. Нужно было откомментировать матчи. Ну, под запись так же, вот, как будто ты на трансляции представишь, что все, вот, у тебя идет лайф, ты один, без комментатора. Я сделал задание, выполнил, отправил ему, он посмотрел, говорит, окей, давай будем работать, это интересно, попробуем. И так я оказался в Рухабе. Начал комментировать матчи. Первый матч мой был в регионе Южная Америка с Рустамом Мавлютовым. Ну, в смысле, это домашние касты. С Русланом Адекватом. У него такой никнейм. И, кстати, спасибо ему большое. Он очень так помогал, понимал, что я первый раз. Это тоже какая-то ответственность, нервы и что-то такое. Так покатилось. Вот потихонечку раскатилась эта история. Я комментировал доту. Я в дотерских кругах, так сказать, потихонечку начал обрастать тоже какими-то знакомствами. В один прекрасный день Сергей Гламазда, тогда он был CEO Virtuspro как раз, написал что-то в Твиттере про киберспортивные контракты. На что я ему ответил просто. Было бы интересно посмотреть, потому что интересно, какая разница между киберспортивными контрактами и обычными спортивными контрактами. Ну, не в финансовом плане, а в плане положений контрактов и условий. Просто интерес, как у них это все сделано. Я боюсь, что подкаст мы будем писать 8 часов, потому что мне только дай поговорить. Нет, я прекрасно. Я просто думаю, насколько подробно нужно рассказывать. Слушай, ну это очень крутые же и всякие кейсы прикольные. Хорошо, тогда продолжаю. Да, давай. Вот. И мы с Сергеем просто как-то встретились. Он действительно показал мне шаблон контракта, не какого-то там конкретного игрока, а просто вот болванку контракта, какие основные положения там есть. Я посмотрел, интересно, заинтересовался. Мы заобщались на этой теме. Я как раз ему свою гипотезу высказал о том, что вот слабое общение, слабая коммуникация, это очень сильно влияет на игру, потому что Dota, если честно, на самом деле очень похожа на баскетбол чем-то, потому что и там 5 игроков, и там 5 игроков. И, ну, это даже, это супер такое легкое сравнение. Очень важно, что в этой игре должна быть коммуникация и там, и там, и взаимопонимание между партнерами, потому что там от каждого зависит. Если в футболе там один где-то может затеряться, там что-то так произойдет, не так произойдет, то если в баскетболе ты играешь 5 на 4, это катастрофа. Это все, игра решена, можно сказать. И сказал, что у меня есть курсы тимбилдинга, которые я делал под вот ребят баскетболистов, молодых, там 12, 14, 16 лет. Разная группа, от этого немного разные упражнения тоже, но они все были протестированы. Я ездил на сборы и с командами, и с такими командами сборных солянок, которые едут на сбор по индивидуальной подготовке, то есть это не цельная команда, а набор игроков. И там и там у всех все получалось, дети были в восторге, тренеры были в восторге, родители были в восторге, потому что они видят, как их дети потихоньку начинают, начинают, начинают развиваться в этом плане, потому что сейчас, как ни крути, все-таки огромная часть общения ушла в онлайн. И мы недополучаем, ну, мы и дополучаем, дети недополучают именно такого живого общения. А живое общение это в том числе и, не знаю, можно ли назвать эмпатию навыком. То есть развивает такие вещи, как эмпатия, понимание, опять же, чтение эмоций другого человека. И ты же не можешь каждому сообщению дать эмоциональную окраску. Нет, конечно. Только с помощью смайликов. Даже М1 не всегда передают, на самом деле, это немножко другая история. Да, абсолютно точно. Ну, это как бы такая лирика. В общем, идея была в том, что я ему сказал, что у меня есть вот такая программа, было бы интересно это все интегрировать в киберспорт, посмотреть, как ребята на это отреагируют. И, соответственно, увидеть, есть какая-то от этого польза или нет. Мы, ну, мы несколько раз долго разговаривали, он уходил, возвращался. То есть это не в течение одного дня было, не в течение там даже ни одной недели. А потом проходит где-то месяца полтора-два, и мне звонит Сергей и говорит, слушай, Иван, мы тут подумали, посовещались, говорит, давай мы тебя возьмем на позицию спортивного директора. Ты у нас будешь отвечать за спортивный результат, за спортивную часть, за коммуникацию. У нас не только ДОТ-состав, у нас еще КС-состав, у нас еще Rainbow Six состав. Ну, то есть, и ты будешь с ними всеми этим заниматься, прививать, естественно, приоритетно Counter-Strike и ДОТ-2, так как это самые популярные дисциплины у нас в СНГ. И я был, сказать, что я был шокирован, ничего не сказать. Я был просто, ну, в какой-то эйфории даже отчасти, потому что я, в принципе, люблю киберспорт. Да, больше все-таки я в ДОТ-2 погружен в Counter-Strike, так, постольку-поскольку, знаю, ну, потому что он постоянно тоже в инфополе находится. И все, и потихонечку завелось, поехала, поехал, познакомился с командой, поехали на буткэмп в Питере. Буткэмп это, можно сказать, как спортивные сборы, только в рамках одного дома. Соответственно, начал вникать в тонкости обустройства буткэмпа. У меня даже был момент, я после этого через полгода где-то читал лекцию в университете по поводу того, что нужно с технической точки зрения и, в принципе, для полноценного буткэмпа. Слушай, ну, получается вообще очень интересные повороты. А ты, ну, вы как-то замеряли ведь, наверное, как изменились результаты команды благодаря твоей работе или нет? Это очень тонкая материя. И я могу сказать, что в этот момент еще взяли тоже тренера Толи Иванова, Булка. У нас через никнеймы тоже делается. И он начал с ребятами работать с тактической точки зрения тоже, потому что в команде была определенная проблема. Там было одновременно три лидера таких мнений и три человека с железной позицией, которые очень часто не могли к чему-то определенному прийти. А тренер был направлен, то есть подписание тренера было направлено на то, чтобы это все-таки урегулировать как-то и к общему знаменателю привести ребят. И могу сказать, что вот до этого ребята ездили. Устройство сезона и игрового года в Доте выглядит так. Это первый, ну, то есть в зависимости от короны, не короны, обычно это первый DPC-цикл, когда каждый играет в своем регионе со своими командами. После первого DPC-цикла идет мейджор, достаточно крупный турнир. Потом второй цикл мейджор, третий цикл мейджор и интернешнл. В течение DPC-цикла и мейджора ты набираешь очки необходимые для того, чтобы пройти на интернешнл, потому что цель всего этого пройти на интернешнл, потому что это турнир с самым большим призовым фондом. То есть тот интернешнл, на котором мы были, там был, по-моему, 40 миллионов долларов призовой фонд. Огромные суммы, да, и очень многие говорят, что это даже во многом в минус идет Доте 2, потому что очень большое внимание к интернешнлу и не такое большое внимание к другим турнирам хорошим, которые тоже могут быть потенциально хорошие, интересные и с точки зрения просмотров, и с точки зрения инвестиций, и с точки зрения игр и опыта, и практики для команд. И как раз в том сезоне было два мейджора, опять же, из АК «Короны», и на одном из мейджоров они заняли 8-12 место, на другом то ли 9-12, ну, короче, в общем, то ли из группы не вышли даже вообще. А на этом интернешнл, на котором мы поехали все вместе, заняли 5-6 место. То есть я бы сказал, что какой-то определенный прогресс есть, и даже по ходу турнира мы с ребятами много разговаривали, были и тяжелые моменты, были и ситуации, в которых, например, мы приехали в первый день, они обыграли всех вообще, потому что там много команд, и там как-то по разной системе играли, я уже не помню, потому что из-за коронавирусных ограничений у нас был состав всего 8 человек, 5 игроков, один тренер, один, ну, медиадиректор был, и я как спортивный директор был. И мы с ним на двоих, еще с медиадиректором, выполняли все обязанности менеджерские, няньковские, ну, то есть какие-то бытовые вопросы, ребятам часто нужна помощь там, или просто там попить принести, потому что нет вообще никого, и нет ни менеджера, ну, то есть обычно этим менеджером занимается. Ну вот, и мы, и по документам, по всяким заполнениям, то есть очень-очень много всего было, и я этот турнир просто в мыле провел, я очнулся после него дня через три только, наверное, когда он закончился, я все мысли в кучу собрал. Ну вот в первый день ребята обыграли всех, и я чувствую, вот оно, вот тот момент, когда они сейчас булочки-то расслабят. Поговорил с ними, ну, видимо, они меня не услышали. На следующий день они отлетели просто всем. Ужаснейшим образом сыграли, и там как бы не было уже, не было уже пути назад никакого, и я понимал, что нам терять уже нечего, я собрал их всех в практисе, это такая комната, которая тебе дает на время всего турнира, где ты можешь тренироваться, и откуда играется групповая стадия, то есть эта комната закреплена за тобой. И, ну, там одного чуть ли не пинками туда загонял, ну так условно говоря, и я очень жестко на них накричал, чтобы они встрепенули, чтобы они хоть чуть-чуть поняли, где они находятся, сколько они для этого работали, потому что я всего за два месяца присоединился к команде. Мне было очень жалко, я понимал, что если бы я присоединился пораньше, мы бы нашли вот эти точки соприкосновения, и мы бы гораздо более открытыми были друг к другу, потому что они все-таки тяжеловато запускают новых людей в свой мир, и для них неважно там чемпион Евролиги, России, Кубка России, чего угодно, если я не чемпион интернешнл, то, значит, мне не обязательно слушать. Ну, у них свое понимание, у них свои авторитеты, я могу их в этом понятии даже поддержать, потому что ну, что мне какой-то там придет, Вася какой-то придет, будет мне рассказывать, что я делаю не так, он в киберспорте не шарит. А так я им говорю не про киберспорт, я им говорю про коммуникацию, про правильный настрой, про отношение к своему товарищу по команде, про ответственность, про то, что нужно, наоборот, это ответственность сбрасывать. Ну, то есть вот не сбрасывать, а внутри себя делать, поворачивать все в игру, потому что единственное, что они делают, это играют в игру и получают от нее удовольствие. Они не борются за деньги там. Единицы из всех, кто на турнире, делают это ради денег. А для чего тогда? Это респект, это выиграть, это соревновательная часть, это самое важное. То есть классическая пацанская история, да? Ну да, конечно, каждый спортсмен, каждый киберспортсмен хочет стать лучшим, а выиграть им-то это значит вписать своими золотыми буквами в историю. Это действительно так для них. Слушай, ну хорошо, получается у тебя такие две четко выраженные линии. И мне теперь интересно, чем ты в итоге хочешь заниматься. Но я понимаю, что пусть твоя баскетбольная карьера продлится как можно дольше, но в целом ведь понятно уже сейчас, что учитывая твой умение разговаривать, учитывая твои коммуникативные навыки, учитывая твои тимбилдинг-навыки, тебе же, скорее всего, будет интересно. Ну, условно, ты не сможешь, наверное, лавировать между баскетболом и киберспортом, условно, да? Понимаю. А что ты в итоге какой-то внутренний выбор сделал? Потому что ведь после этого периода, да, виртуз-спорт, ты ведь вернулся в баскетбол. Да. Вот почему? И это был выбор? Или что это было? Ну, это, кстати, очень хороший вопрос, очень в тему. И как раз я уходил с вопросом, что еще я умею? Это то, с чего я как раз начал этот спич, этот блог. И когда я получил ответ на этот вопрос, что я могу быть менеджером, ну, то есть, именно таким менеджером не в плане технического и операционки, а в плане спортивной части, что я могу быть комментатором баскетбола, что я могу комментировать киберспорт, что я, в принципе, могу быть кем-то из разряда ведущего, опять же, на разных мероприятиях, потому что, в принципе, я не работал как ТВ-хост у нас в Рухабе, но я прекрасно понимаю, что я могу говорить на камеру, я могу запоминать тексты, ну, то есть, и делать это все эмоционально и непринужденно. То есть, в принципе, вот форматы импровизации и подкаста — это вообще мое все. Меня можно посадить, просто закинуть мне пару вопросов, и я буду сидеть. Я могу идти, я понял, я могу просто посадить, и все. Ну, я все-таки не могу совсем стену говорить, поэтому мне хорошо, я говорю, смотрю на тебя, все хорошо. Я буду молчать, хорошо. Вот, и когда я получил ответ на этот вопрос, я понял, что я не пропаду, все будет хорошо. Я заработаю себе на хлеб, я смогу помогать своим детям, с этим проблем никаких не будет. Тогда я понял, что, а вот часики-то тикают, как фраза такая есть, и мои годы уходят, и, к сожалению, век спортсмена, он недолог, поэтому я решил, принял решение, я пошел к руководству, я пошел к Сергею Гломазди, я пошел к Эмину, и говорю, мужчины, ситуация такова. Мне очень нравится, очень интересно. Я с удовольствием. Ну, у нас там еще получилось с составом, что состав поменялся после Интернешнл, потому что это период решафлов, когда возникают такие... Ну, команда в СНГ часто живет от Интернешнл до Интернешнл, и потом возникают вот эти решафлы, когда они меняют составы. Очень большая плотность мнений внутри команд всегда. И, например, ты, когда в спортивной команде играешь, у нас на площадке 5 человек, на замене еще сидят 8, 7. Приехал. И у тебя, в принципе, состав из 15 человек, те, кто еще не попадает в заявку, кто принимает участие в тренировочном процессе. У тебя 15 человек, у тебя куча массажистов, тренеров, стафа, то есть ты, в принципе, общаешься с большим кругом лиц. И тебя так это не напрягает. Ну, бесит тебя с этим. Ну, там, не знаю, на худой конец с тренером поговорил, попросился в другую пятерку на тренировке, и ты как бы с ним меньше взаимодействуешь. А здесь все, у тебя 5 человек, 5, на весь сезон ты их не можешь менять. Если ты меняешь одного человека, ты теряешь 20% DPC очков, которые ты заработал до этого. Если ты, например, все три турнира отпахал, заработал там тысячу очков, ты теряешь 200 очков за одну замену. Поэтому у них возникают часто какие-то терки из-за того, что у них не всегда получается этот конфликт решить. Они очень-очень тяжело принимают точку зрения другого человека, особенно объясню, почему так. Когда спортсмен приходит в спорт, его тренер с детства учит. У вас команда, вы работаете в командном виде спорта. Уметь делиться, уметь брать на себя, уметь брать ответственность, уметь эту ответственность разделить с кем-то, помочь, подставить плечо и так далее. Они же приходят в киберспорт уже сильными индивидуальщиками, потому что изначально они сидят и долбят эти пабы просто, ну, то есть просто запускают игру, матчмейкинг, ММР, они сидят просто играют сутками. Ну, ладно, я так просто вот потом скажу, что опять киберспортсмены задроты. Ну, очень-очень много времени проводят, набивая свой скилл именно личный. И им никто не указ, потому что они стали лучшими в своем регионе по рейтингу. То есть они уже приходят с пониманием того, что он лучший, его мнение авторитетное. Если он в топ-5 ладера стоит, то он имеет вес, и он имеет право этим весом пользоваться. И вот из-за этого у них, ну, тяжело принять точку зрения другого, признать себя неправым где-то. Это прям тяжко. И вот как раз в момент решафлов, когда уже мы поняли, что не вся команда будет на месте, что так и всяк. Ну, ключевое было мое осознание того, что я все-таки понял, выдохнул, поверил в себя даже где-то, что я не такой тупой спортсмен, что еще что-то может быть со мной в других каких-то ипостасях, развитие какое-то. И меня отпустили с добром, вообще по-хорошему сказали все, удачи. Слушай, а это тебе затем помогло ли тебе это в карьере? Это первый вопрос. Ну, потому что ты как бы утвердился, ты понял, да, что ты можешь что-то еще или нет. Это первое. И второе, у тебя трое детей. Да. Собственно, может быть немножко странный вопрос, но ты используешь какие-то навыки, которые, ну, ты приобрел благодаря там тимбилдингу, каким-то штукам, воспитании. Потому что ты ведь сам говорил о том, что ты тренировал ребят там 12-14 лет, и ты понимаешь, в принципе, что нужно делать для того, чтобы объединить людей, чтобы помогать им самореализоваться, не терять там к уверенности внутренней и так далее и тому подобное. Понимаю, что ты при этом все-таки отец, да, то есть как бы и тут есть одна грань такая тренерская и личная скорее, ну, такая. Я тут недавно услышал великолепную фразу от Стоянова. Он сказал, не воспитывайте детей, воспитывайте себя. Дети все увидят, дети будут брать личный пример. Я, к сожалению, в разводе, и первый брак, и второй брак у меня разрушился. Но с детьми я общаюсь. Вот с Дашей, со старшей дочкой, реже получается общаться, потому что она уже взрослая, тоже в баскетбол играет. Такая машина растет, я думаю, там агенты и клубы будут в очередь становиться через пять лет. Вот. А другие двое живут вместе, и они замечательно взаимодействуют. Вот они просто пример того, как дети должны взаимодействовать. В детстве они ругались, дрались и так далее, когда совсем в неосознанном возрасте были. Но вот сейчас мы ездили на море, я с ними там проводил время, и они просто великолепно друг другу помогают, делятся постоянно. То есть в этом плане проблем нет. Они действительно такие две светлые головы, совершенно разными характерами. Григорий Иванович, это просто моя любовь, мой пряник. Я обожаю его просто до сумасшествия. Полиночка, она все-таки мамина дочка. Она больше к маме. И в детстве она всегда на руках у Светы была, просто не слазила с рук. Ну, она любит меня обязательно по-своему. Когда я прихожу, приезжаю, там мы встречаемся, она там просто тоже папа-папа все мне рассказывает, показывает. Ну вот как бы почему-то странно, да, обычно папины дочки говорят. А здесь Полина вот как раз мамина, а Гриша это прям вот мой пряник. Он все время со мной. И Полина такая более характерная, более упертая даже где-то и со своим мнением. А Гриша, он такой, ну вот как Свет сказал, как раз когда они возвращались уже с юга, она говорит, Гриша даже болеет деликатно. Он лежит с температурой, не ноет и говорит, мне что-то так себе. Что-то так себе? Ну, то есть да, там Полина там может поныть, поплакать, что-то еще. А Гриша говорит, даже болеет деликатно. Даже не жалко, даже, ну, как-то жалко его, что он, ну, то есть такой удобный. Как бы, наверное, в плохом смысле. Потому что я всегда тоже думал, что хорошо быть хорошим, а потом понял, что хорошим надо быть для себя. А уже если получится, то и для всех остальных. Главное быть собой, а не хорошим. Потому что, когда ты стараешься быть хорошим для всех, ты, случается, что ты такой удобный, но тебе все уже начинают ездить. Дело такое. Границы очень важны. Ну, возвращаясь к этому, опять же, им, наверное, пока рано. А так как Даша воспитывается, в принципе, в команде, она начала заниматься баскетболом достаточно рано, у нее это сейчас все на хорошем уровне. То есть ей мои подсказки в данном моменте, времени нужны более технические, как обыгрывать спиной, как ставить заслон, то есть в таком плане. А мелкие, ну, в принципе, у них нет никаких проблем ни в саду, ни что-то. Сейчас вот Гриша пойдет в школу в сентябре. Посмотрим, как что будет. Я не умею. Я вот не такой отец, который говорит, Сюси, Пуси, вот игра. Я такой, прихожу, так. Та-та-та. Ну, да, как бы вот по делу что-то объяснить, или там вот мы с Гришей делали сальто назад в бассейне сейчас, учил его делать с рук, ну, вот так запускал его. И он что-то такой прыгнул, и у него не получилось. Он такой, папа, прости. Я говорю, Гриша, никаких прости. Ты учишься. Никто не делает это с первого раза. Я тебя люблю. Я тебя всегда поддержу. Я тебе всегда помогу. Ошибаешься ты. Не ошибаешься. Получается, не получается. Это опыт, который ты сейчас получаешь. Если ты не научишься приземляться, падать, то как-как? Ты не сможешь жить всю жизнь. Ты не хрустальный. Я говорю, все будет хорошо. Никаких извини, папа. Ты не обязан оправдывать мои какие-то ожидания. Я тебе помогу. Я тебя поддержу. Собственно, той поддержки, которой у меня никогда не было от отца, я хочу ему сейчас как-то передать. Силен. Не, ну слушай, здорово же на самом деле. Желаю успехов Грише в первом классе, потому что начинается настоящая социализация. Битва за респект, это надо сказать. Пожалуйста. Посмотрим, посмотрим. Посмотрим. Так вот, ты, значит, возвращаешься с киберспорта, условно, в обычный спорт. Тебе это в итоге помогло за тем в карьере баскетбольной или нет? Или ты просто понял, что ты что-то еще имеешь и спокойно вернулся, ну, примерно в том же состоянии, каком ты был до этого? Мне это помогло быть более уверенным и в своих силах, и где-то, объясню, сейчас нужно такое небольшое сделать ремарочку и отступление. Очень много тренеров в моей жизни говорили мне, ну, не очень много были тренеров в моей жизни, которые говорили мне, что из меня никогда не вырастет игрока, что я такой, сякой, плохой. Я просто очень поздно начал заниматься, и, ну, когда я приехал в Москву с другими ребятами, я реально выглядел как посмешивший, очень худой, слабый, нескладный, и ничего не умеющий парень. И вот по мне тогда очень хорошо проезжались тренеры, говорили, что я никогда не стану игроком. Время прошло, я каким-никаким игроком стал, а эти тренеры кто-то сейчас вообще не тренирует, я не знаю, чем занимается, а кто-то там до сих пор в спортшколу так и тренирует. Никакого развития, никакого шага вперед. Точнее даже регресс с их стороны. Ну, поэтому я считаю, что время рассудят. И вот еще одна штука, ребят, если честно. Может, конечно, некрасиво будет сказано, но не всегда то, что говорит тренер, особенно если это фраза из разряда «делай всегда, как тебе скажет тренер, и ты будешь крутым игроком», это не всегда правда, к сожалению. Потому что огромное количество игроков просто им не суждено стать игроками высокого уровня. Другим нужно реально очень пересмотреть свои взгляды на игру, на свое позиционирование внутри игры. Что ты можешь делать? Вот очень хороший пример. Я сейчас играл в униксе конец этого сезона. Там был Жорож Банов, обожаю его, не знаю, он как-то проникся к нему такой суровой мужской любовью и уважением. Он вот такой работяга, задира. Он из Екатеринбурга со всеми вытекающими. Хороший парень, где-то такой даже немного более ежистый, чем нужно, и акцентированно такой мускулиный, знаешь. Но вот он понял, что он должен просто за 15 минут сесть в ноги и сожрать нападающего просто в защите, с грязью его просто перемешать с какими-то трэш-токами. Вот он, он грызет, он просто как собака играет в защите. Он старается, он выкладывается на всю. И вот я бы молодежи советовал равняться на таких, как Жора, потому что Лебронами и Джорданами вырастают не все. А вот таким, как Жора, вырасти может практически каждый, если у него есть характер. Физику можно всегда наработать. Если у тебя есть здоровье и характер, и голова на плечах, ты станешь человеком, станешь хорошим игроком. Потому что талант — это игрушка дьявола. Я не знаю, я в последнее время взял это выражение. Талант — это всегда и дар, и проклятие. То есть есть очень много талантливых игроков, которые, если бы добавили туда головы и труда, они были бы просто невероятным уровнем игроками. А есть люди, которые их переезжают за счет работы и холодной головы, за счет понимания того, что они должны делать в баскетболе. И талантливый, когда приходит на площадку, ему все легко дается, ему неинтересно учиться. У меня вот так в школе было. Я приходил в школу, мне все легко давалось, я потом забил и вообще перестал учиться, и с тройки на тройку перескакивал еле-еле. Ну, потому что мне просто неинтересно было. Я сейчас понимаю, что у меня такой огромный пробел просто в каких-то базовых знаниях школьных. Это ужасно, мне стыдно, ну что поделать. Зато у меня, в принципе, голова работает неплохо. И вот так же и здесь. Когда ты талантливый, и тебе все легко дается, тебе говорят, зачем мне вообще надо, зачем мне напрягаться, у меня тут все и так хорошо. Я вышел там, три трехи плюнул, забил, все хорошо. А если бы он еще постарался, поработал над собой. И вот многие люди за счет пахоты. Ну, это уже эти фразы сказаны тысячу раз. Hard works beat talent, when talent doesn't work, и так далее. Ну, вот это все. Это как бы избито, это банально, но это правда. Слушай, ну, кстати, ничего страшного, что, как ты говоришь, это избито, потому что ничего избито в этом нет. И не все, мне кажется, игроки готовы сказать, не всегда соглашайтесь с тренером. Вот, у игрока должно быть понимание того, что от него хочет тренер. И понимание того, может он ему это дать или нет. А также не должно быть лишних амбиций и каких-то лишних ожиданий. И с каждым годом я все больше убеждаюсь в том, что фраза Андрея Аршавина, ну, на самом деле гениальна. Ваши ожидания – это ваши проблемы. Так вот, не создавайте лишних ожиданий, и у вас не будет лишних проблем. Когда у вас нет проблем с позиционированием и какими-то нереальными ожиданиями, у вас все хорошо. Вы не разочаровываетесь, потому что вы не очаровываетесь. Вот это очень важное понимание. Не все станут звездами, и не все даже дорастут до проигроков. А губить себе здоровье и жизнь ради какой-то такой призрачной надежды на то, что ты станешь проигроком, тут, вот, кстати, мне кажется, нужно вообще организовать не горячую линию, а какую-нибудь экспертную команду по оценке потенциала игрока 16-14-16 лет. Потому что некоторые, вместо того, чтобы вовремя переобуться и пойти учиться в школе обратно хорошо, упираются до победного, пока их отовсюду не выгонят. Ну, как бы, не то, что не выгонят, но просто вот до той поры, пока они вообще не станут никому не нужны. Играют там по второй, по третьей, по четвертой лиге. Получают какие-то копейки, вместо того, чтобы, как бы, понять, принять, что это не твое, и пойти нормально доучиться. Получить образование и работать по профессии, которая тебе нравится. Слушай, получается, что ты, в принципе, как я понимаю, в свои, там, 30, да, все четко понял, теперь ты движешься к своей цели. Это замечательно. Знаешь, мне кажется, это вот еще одна избитая сраза. Тут только путь. Тут как будто бы целей нет в баскетболе. Процесс, ну да. А ее визит, мне кажется, нет. Ну, вот смотри, опять же, сатисфакция от цели и от достижения ее всегда разная. Вот, по сути, я чемпион Евролиги, трехкратный чемпион Единой Лиги ВТБ и, там, Кубок России с Пармой. Ну, вот Кубок России с Пармой я ценю гораздо больше, потому что у меня вклад гораздо серьезнее мой, потому что я там получал минуты, играл и делал действительно погоду, игру. Ну, там, в Евролиге в тот сезон, когда мы выиграли, у меня была статистика типа 9 матчей, полтора очка, полподбора, ну, что-то такое, или там 1,9 очка, я уже не помню сейчас. Ну, то есть это как бы реально мало, но... С другой стороны, это вот все от моей какой-то недооценки себя и какого-то такого кривого отношения к себе неправильного, потому что нужно себя все-таки любить и любить правильно. Вот. А я был там, значит, я достоин. Почему не кто-то другой получил? Почему я оказался в составе этой команды? Значит, что так? Если я уж... Вот в Униксе меня взяли в конце прошлого сезона на два месяца, мы взяли золото, еще одно, это у меня уже третье чемпионство в ЭТБ Лиге. Ну, три раза случайности? Хейтеры. Что? Чего, так прет, думаете мне? Или я фартовый такой? Ну, не просто так я как-то оказываюсь в командах и до сих пор играю. Наверное, что-то и есть во мне. Поэтому... Так. Что мне это дало? Это мне дало, наверное, какое-то ощущение собственного непревосходства, а очень многие спортсмены боятся что-то... Не то, чтобы ответить тренеру. Иногда их игра очень портится из-за того, что они как будто находятся под давлением от самих себя, что они плохо играют, играют мало, на следующий год не подпишут контракт, что я буду делать, я найду команду, кормить детей, ну, вот, и так далее, и так далее, начинают этим самоездом заниматься. У меня в какой-то момент, вот, благодаря тому, что я понял, что я, в принципе, не пропаду, я полтора года прожил как-то без баскетбола и, ну, ел, пил, ну, как бы поменьше, и, так сказать, не так хорошо, но вполне себе, мог себя обеспечивать, там, помогать еще детям, и все окей было. То есть не пропаду. И это дает тебе какое-то, ну, отсутствие, точнее, скорее всего, это убирает страх. Страх перед тренером, страх перед руководством. Я стал как-то, ну, более дерзким, более свои границы отстаивать. И, ну, в принципе, короче, поднял голову, встал с колен, так скажем. Расскажи теперь, как живет расправивший плечи человек. Мне правда это искренне интересно. Я поэтому, собственно, иногда, ну, смотрю твои влоги какие-то, когда успеваю, не всегда успеваю. Ты очень активно, кстати, их записываешь. Это, с одной стороны, здорово. Слушай, я записываю активно, но монтирую неактивно. А, понятно. В этом проблема. Но все равно, вот, допустим, я понимаю, что сейчас вот, как бы, сезон еще не начался, но все-таки можешь как-то рассказать вкратце, из чего состоит твой день в сезон и вне сезона. Как ты проводишь время? Чем ты занимаешься? Потому что эти все штуки связаны с питанием, с занятиями, с тем, что ты смотришь какое-то кино, возможно. Играешь в доту, я так понимаю. Ну, сложно. Сейчас уже нет, уже завязал. Когда я начал работать в киберспорте с ребятами, когда я ушел, я перестал играть в доту. Серьезно? Ну, она у меня очень много времени забирала. Если бы я играл в доту, не было бы сейчас ни канала, ни ютуб-канала, ничего. Было бы баскетбол и дота. Окей, ну хорошо. Как тогда просто твой день? Так, ну давай начнем с отпуска. Июнь я целиком и полностью бичевал себя, уничтожал, размазывал. И если вы думаете, что я когда всегда хожу, улыбаюсь в соцсетях, и все хорошо. Да, конечно, ну, все хорошо. Но моментами бывает очень-очень грустно. По целому ряду причин. И жизнь, она, ну, блин, она не только из хороших моментов состоит. Она же такая. Вы знаете, что же про зебру говорят, про черную и белую полосу. Ну, у меня тоже вот был один очень хороший тренер, который сказал мне такую мысль мудрую, что многие говорят, что жизнь, она полосатая. Но на самом деле жизнь выглядит как ровная-ровная-ровная белая дорога с черными обочинами. И мы вот идем по ней вот так, змейкой. От черной к белой, от черной к белой, от черной к белой. Потому что это вот наш выбор. И, к сожалению, мы все завозим себя в такие ситуации. Ну, на самом деле неразрешимых ситуаций их, ну, критически мало. Действительно небольшое количество. И просто мы как-то не туда направляем свой фокус. Вот у меня тоже есть несколько фраз таких в чате или там во влогах, то, что вот наша жизнь это то, чем мы ее наполняем. И весь июнь и начало июля я наполнял ее самобичеваниями и нелюбовью к себе, какими-то странными рассуждениями. И просто это был такой достаточно темный момент в моей жизни. Несмотря на то, что мы выиграли чемпионство, все вроде бы хорошо. Ну, там всякие личные дела тоже. И это дело такое. но нужно понимать, что все имеет начало и все имеет конец. И я даже очень-очень неактивен был в июне в соцсетях. И вот финальный влог я выпустил буквально несколько дней назад с финала, хотя прошло уже два месяца. Надо идти на свет. Надо искать те вещи, которые тебя заряжают, которые возвращают тебя к жизни. И в моей ситуации это был вот как раз отпуск, когда я поехал вообще одним днем принял решение. И поехал в то же место, где отдыхали моя бывшая супруга и мои дети, чтобы провести с детьми время. И я просто в один момент решил купил билеты. Ну, не билеты, а оплатил отель. И просто сел в машину. Я хотел... У меня вот в конце сезона было несколько кайфов, которые я хотел осуществить. Я хотел роуд-трип, я хотел на море, я хотел с детьми время провести. И в этой поездке сложилось все. То есть я два дня ехал на море. У меня там под Ростовом, за 400 километров до Ростова у меня колесо там чуть ли не взорвалось. Ну, короче, оно было с ужаснейшей грыжей. Я не мог дальше на нем ехать. Я где-то в полях менял колесо на докатку. Я 400 километров до Ростова ехал на докатке со скоростью 80 километров в час, потому что это была ночь. И там одни деревни, там, ну, даже негде, таких колес нет. Я заночевал в Ростове. Утром съездил на шиномонтажку, купил новую резину, поехал туда. Ну, то есть я я ни разу не пожалел о том, что я поехал на машине, несмотря на то, что были какие-то такие приключения и неурядицы. Я все воспринимал с улыбкой, с радостью, и я вот начал жить просто. С детьми время великолепно провел. Дети заряжают, на самом деле. Они чистые, непосредственные, они не заморочены, так как мы. Нам надо во многом мучиться у детей, как проводить время, как общаться и насколько чистыми быть. Они не обманывают себя, у них не накапливается такая нехорошая энергия. Они не обманывают, они могут обманывать других, потому что они еще дети, они не всегда понимают, что надо говорить, как надо говорить. Но себя они не обманывают. И вот эта, кстати, мысль, я к ней только сейчас пришел, только сейчас ее докрутил, то что дети могут обманывать других, но вот с собой они, честно, они не заморачивают себя так. А мы себя очень. Ну, не то, чтобы я только бичевался, но в межсезонье обычно определенный уровень физической активности всегда присутствует. Либо ты легким бегом каким-то занимаешься, либо ты просто очень много гуляешь и пару-тройку раз в неделю ходишь в тренажерный зал. Как правило, все лето последние три года я проводил в летней лиге UBA, которая у нас есть, любительская. Она сейчас вообще просто развилась в каких-то невообразимых высот. Там сейчас профессионалов играет огромное количество в летней лиге. То есть те, кто играет в единой лиге ВТБ, те, кто играет в суперлиге 1. И все очень атмосферно, хорошее качество картинки. Кто на трансляциях смотрит, люди подключаются. То есть игры по воскресеньям обычно у нас всегда были. Вторник, четверг у Бакомосковского, то есть команда, за которой я выступаю. Тренировки командные по вечерам. А в остальные дни я там где-то, например, в понедельник я просыпаюсь, ем свой обычный завтрак. Сейчас мой завтрак, да, вот Александр с вами спрашивал про питание. Да, мне интересно. Это очень сильно зависит от конкретного человека. Раньше я мог есть все, что угодно, ну, в пределах разумного, естественно, со своим метаболизмом. То есть я сжигал все. Сейчас, видимо, возраст так дзынь, в какой-то момент позвонил мне в дверь. И у меня метаболизм замедлился, я сейчас не могу себе позволить есть все, что пожелаю. Возможно, меня кто-то осудит, то, что этот завтрак может быть тяжелым из большого количества яиц. По этому поводу сейчас, мне кажется, как-то активно очень дебаты идут, что нельзя есть много яиц. Я думаю, ну, боже, тогда в Москве жить тоже нельзя. И обычно это такая большая тарелка, на которой лежит такой ассортие. Это четыре вареных яйца. Люблю такое вот, в мешочек, мы называли в детстве. Это когда они смятые, они крутые. Я сегодня делал как раз, да. Да, это вот... Когда желточек чуть жидкий. Чуть-чуть, да, вот схватилось все, ну, вот там есть мякушка такая. Мы еще кулинарный влог скоро заведем. Все правильно. Смотрите, закипает вода, засекаете две с половиной минуты, и через две с половиной минуты вытаскиваете, и вот у вас будет вот эта кондиция просто. Три-четыре яйца, большой помидор, авокадо, иногда сельдерей, может быть, тост с чем-то из разряда... Вот сейчас я подсел тост с творожным сыром и сверху соусом песто. Ой, вкусно. Великолепно. Хорошо, что обед был когда-то. Да. Скоро ужинать надо, между прочим. Уже, да. И, ну, это могут быть разные вариации. Вот в последнее время я подсел на такую, не знаю, просто просыпаюсь и хочу вот это, вот этот набор. Организм просит. Часто это каша, гречневая каша, геркулесовая каша, также с яйцами. Ну, просто здесь сейчас я немножечко подрезал углеводики, опять же, по причинам метаболизма замедлившегося. Но вот опять белок, клетчатка, замечательно. Овощи, витаминчики там туда-сюда. Воды обязательно пью. С утра встаю, упиваю большой стакан воды. Витаминки, бирока, витамин С, витамин Д. Что еще я? Магнезию пью, потому что, ну, как бы все-таки нужно для моего организма. Из таких добавок, мало чего. Сейчас начал тренироваться. Сейчас добавлю протеин просто, чтобы покрывать где-то на свой вес по 1,6 граммов белка на килограмм веса. Сейчас мой калькулятор. Ну, там, 170 грамм белка в день съедать, чтобы просто твое тело было не то, что ты качаешься, набираешь массу, а чтобы оно получало достаточное количество белка. Все-таки это строительный материал для наших мышц. Обед. Ну, вот сейчас я стал действительно меньше есть, поэтому мне даже иногда тяжело как-то говорить и ориентироваться. Но в последнее время обед – это у меня половина лотка курицы. Я люблю бедра. Я вот не люблю грудки, хоть все культуристы. Это полезно якобы. Ну, да, грудка – это самое хорошее в этом плане, меньше жира. Но, с другой стороны, определенное количество жира нашему организму нужно. И, ну, конечно, лучше, чтобы это был растительный жир из разряда из авокадо, миндаля и чего-то такого подобного. Там орехи кедровые. Очень просто хорошо. Вот это такого плана продукты. Ну, и как бы нормально, ничего страшного. Вот лоточек такой, грамм на 800 примерно. То есть я в обед съедаю половину этого лоточка. Сейчас, как правило, варю вообще эту курицу. Варю куриные бедра, рис, куриные бедра, рис, салат. Салат, разные вариации, все по настроению. Может быть, с руколой, может быть, со шпинатом. Накидываем все это в боу, в тарелочку. Помидоры, авокадо. Можно набросать туда творожного сыра тоже чуть-чуть, чтобы размешалось. Оливковое масло, кукурузка, пармезан. Красиво. А ты так питаешься, живешь, ну, сколько лет? Всю свою профессиональную карьеру? Ну, вообще, некоторые. Вот Нэна Дмитриевич у нас в Казани, он вообще читмил у него каждый день. Он постоянно ест пиццы, постоянно есть какую-то фигню. Притом всегда остается в отличной форме и много энергии тратит на тренировки. Ну, ему там пока 24 года, что ли, сейчас он молодой еще парень. Я думаю, со временем это тоже изменится. Ну, я чувствую себя легче, когда я правильно питаюсь. Я не пью практически газировки, соки редко. Сок пью гранатовый, либо какой-нибудь, может, свежевыжатый. Хоть свежевыжатый тоже сейчас говорят, что вредный, потому что у них сахара много. Ну, сахар я тоже очень-очень... Мне повезло, я просто к сахару успокоен. Вот если мне сказать, так, Вань, вот тебе тортик, или вот тебе вот шматочек сала хороший такой, с прожилочкой мясной. Я выберу шматочек сала. Красиво. Ну, и, соответственно, вечером чаще всего это остаток этой курицы, половина этого лотка курицы с салатом. Или немного гарнира, рис, греча, салат. В принципе, все... Я не считаю калории сейчас и в таком духе, чтобы не углубляться. Потому что, ну, пока это не нужно. И, ну, вот я чувствую себя реально легче. Мне легче тренироваться, мне легче жить. У меня нет никакой тяжести никогда, если я правильно питаюсь. Но мы все люди. Периодически возникает желание на шашлычки куда-нибудь сгонять, съесть сочный мягкий бургер. Я обожаю еду. Я видел тебя в канале, да? Да, но у меня проскакивает. Я предупреждаю, ребят, что если вы подписаны на мой канал, вы должны быть готовы и в полдвенадцатого бургера увидеть аппетитной ночью. Потому что вот у меня бывает. И ты тогда щелкни что-нибудь, и все. Надо ехать, надо забирать. Ну вот в сезоне, собственно, сейчас я тоже разговаривал с своим другом Дмитрием Кондратьевым. Он мне говорит, Вань, тебе нужно делать рубрики во влогах. Я говорю, Дима, я понимаю, потому что меня бесит репетативность вот этого влога. Потому что он весь у меня практически состоит. Привет, я проснулся, я поел, я пошел на тренировку. Привет, мы потренировались, мы выезжаем в аэропорт, летим туда-то. О, Ненед, что ты делаешь в полете? Я смотрю сериалы, Вань. А ты что делаешь? А я книгу читаю. Окей. А я вот это делаю. И типа мы приехали, мы потренировались, мы поели, мы легли спать. Ну то есть иногда есть какие-то моменты интересные, что-то рассказать во взаимодействии с ребятами. Они рассказывают какие-то свои ритуалы, еще что-то. Но вот влоги получаются репетативными, и жизнь у нас такая же. В этом-то и прикол, что жизнь спортсмена – это нифига не сахар. Надо много-много раз подумать перед тем, как встать на этот путь. Многие из твоих знакомых баскетболистов умеют так же бодро разговаривать, как ты. Вернемся к стереотипу, с которым мы начали эту беседу. Ведь многие не то, что не верят, а не удивляются искренне, когда видят такого представительного, приятного, хорошо разговаривающего спортсмена. Я покраснел. Ну, это приятно, хорошо. Вот. Что с этим делать, и почему так, как ты думаешь? И да, много ли из твоих знакомых действительно могли бы условно вести, не знаю, матчи, комментировать и так далее, и тому подобное? Или все-таки об этом стереотипе есть какая-то доля правды? Да, доля правды во всех стереотипах есть, иначе они бы не появлялись. Да, понимаю вопрос. И в то же время могу сказать, потому что вот мне просто правда часто тоже говорят, что вот Иван, ты развенчиваешь стереотип о спортсменах, спасибо, приходи еще. Я говорю, замечательно. Прикол в том, что игровики в массе своей достаточно умные ребята. Потому что особенно баскетболисты, я бы сказал, никого не хочу обидеть, но вот баскетболисты все умные, я вас всех люблю, но баскетболистов больше всех, потому что это мой спорт и мое сердечко там. Потому что баскетбол — это действительно игра для очень умных. Я думаю, многие слышали эту фразу, что баскетбол — это шахматы в движении, потому что огромное количество взаимодействий и огромное количество быстро меняющихся обстоятельств и ситуаций. То есть и за счет механик игры, который у тебя в ней присутствует, передача, пас, ведение, бросок, подбор, фолл, ты должен в нужный момент принять правильные решения и совершить правильные действия. Для этого тебе нужно прочитать игру, для этого тебе нужно достаточно высоким уровнем интеллекта обладать. Опять же, понятно, что от позиции к позиции, и от команды к командой, и от цели к цели это варьируется все. Но вообще баскетбол — это игра умных. Так получилось, что в принципе у нас немного интереса к виду спорта. И не так-то уж он и популярен. В связи с этим немногие баскетболисты активно ведут соцсети, потому что ну что там, кому интересно, не интересно. И я бы сказал, что у нас есть люди, которые умеют разговаривать, у нас есть люди, которые могут вести матч, у нас есть люди даже, которые свадьбу могут провести, мне кажется, сходу. Вот Андрей Воронцевич, ему дай микрофон, просто оставь его на три часа, он тебе запишет контент и расскажет столько историй, столько всего интересного, тоже с грамотной поставленной речью. И просто я бы сказал, что у нас нет трибуны, с которой бы мы активно вещали, и люди с нами знакомились. Потому что я до сих пор куда-нибудь прихожу, и мне такие, о, ничего себе, а где ты раньше был? Я все время играл как бы. И сейчас я потихонечку, собственно, в своих влогах, когда я взаимодействую со своими тиммейтами, это же тоже видно, кто-то более открытый, кто-то менее открытый. Опять же, зависит тоже все от человека. Ты не можешь заставить Славу Зайцеву вести соцсети, потому что ему неинтересно, он в принципе интроверт. Он даже внутри коллектива, он всегда пошутит, всегда посмеется, ответит тебе, но он тихий такой, спокойный парень. Ну, это действительно так. Там Жора Задира веселый, там тоже что-то подойдет, разгонит, мотюкнется на камеру обязательно. Ну, все разные тоже, люди разные. И есть, отвечая на вопрос точно, у меня часто бывает, я начинаю отвечать на вопросы, выхожу в такие дебри. Есть люди, которые могут разговаривать, есть люди, которым есть чем поделиться, потому что действительно за каждым стоит огромная-огромная история. И вот за мной тоже, вот в том числе, и сейчас мы сидим, это все обсуждаем. Ты не хочешь стать условным пиарщиком, что ли, для целой группы талантливых баскетболистов, чтобы они узнавали больше, это первое, и чтобы они понимали, чем им заниматься? Ну, ты же прекрасно понимаешь, я сам об этом говорил. Карьера довольно короткая, чем заниматься, потом непонятно, профессиональных навыков у многих не хватает. И тут хотя бы можно помочь, не знаю, с личностным развитием. Ты про коучинг говорил в том числе. Да-да, абсолютно, я считаю, абсолютно без проблем это все. Просто, опять же, проблема в том, что сейчас это очень сильно опошлилось вот этим всем инфобизнесом. И я думаю и принимаю внутри себя идею, что эти курсы тимбилдинга можно реально сделать как хороший продукт, но это опять все будет ассоциироваться с этим инфобизнесом. Ну, то есть, действительно, можно... Просто в этих курсах, я объясню, почему. Там есть тонкость одна. Точнее, не одна, а несколько. Но вот одна из этих тонкостей, это то, что само упражнение не так сильно важно, как важно то, как ты к этому упражнению подведешь и как ты из него выведешь. Ты разговариваешь с ребятами, смотришь, как они взаимодействуют друг с другом. Просто достаточно зайти в круг и начать с ним, что-то говорить. Один там другого подпихнет, этот шепнет там туда-сюда. Ты смотришь там, за этим посмотрел, за этим посмотрел. У меня была одна интересная фишка. Ребята, которые вообще не... Вот, которые были не в команде, а которые были сборной солянкой на сборах по индивидуальной подготовке. Вот у Сергея Кармазинского, тоже мой товарищ. Они как балаган вообще были. Я, когда с ними ходил, говорю, ребята, если вы хотите со мной разговаривать, давайте по одному. Вот вам теннисный мяч. У кого мяч в руке, тот может говорить. И они ходили, этот мяч передавали. Мы... У нас были моменты, когда нам надо было от кампуса, где мы жили, идти на море, там, до зала, еще куда-то. И мы вот так шли, и они как эти слепни меня облепляли все время с разных сторон, задавали всякие вопросы. По теме, не по теме, любые. Я как бы на все отвечал. И спросить может кто-то, у кого есть мяч. То есть такие небольшие лайфхаки. Расскажи, что ты смотришь, читаешь о кино и так далее. Может быть, какую музыку ты слушаешь. Потому что я знаю, что, возможно, у тебя не такой большой, скажем так, зрительский и читательский послужной список, но это всегда же интересно. Потому что, опять же, стереотип спортсмены не читают, не смотрят, не слушают. Слушать музыку могут такие. Только в доту, условно, играют. И как раз ты вот видишь, играл, но перестал. Ну, не в доту, в кс, все что угодно. Одно другому не мешает. Вот, кстати, в этом плане я сейчас катастрофически мало читаю. Я даже не могу вспомнить последнюю книгу, которая пришла. Нет, я вспомню. Последний раз я перечитал, точнее, книгу про Кайдзен шаг за шагом к пути достижения цели. Я забыл имя автора, к сожалению. И еще одна замечательная книга, которую я всем советую. Это как бы, я читал ее давно, но это одна из последних, которую я прочитал. Это Дэн Миллман «Путь мирного война». Тоже очень хорошая книга, как раз, я думаю, и для спортсменов, и для тех, кто ищет какой-то смысл и, наверное, себя. Я считаю, что эту книгу обязательно должен прочитать. У меня даже был формат книжный чилл, когда я вечером врубал стрим на Ютубе и читал эту книгу вслух. Да, два выпуска лежат. Да, это я тестировал, форматы разные. Сейчас, к сожалению, не читаю. Вот почему-то не знаю, как-то у меня... Другой темп жизни. Чтение жизни. Я думаю, я к этому приду потихоньку. Все-таки, знаешь как, потому что я сам очень медиа-активен. Я как-то стараюсь быть всегда в курсе трендов, и поэтому у меня просто... Ну, я в курсе... Вот сейчас я отсекся этим летом. До этого я был в курсе всех новостей, кто куда перешел, как, зачем, почему. Какие-то из поп-новостей. Ну, то есть вообще в курсе всего. То есть в курсе всех мемов последних. Ну, как бы это актуально для тебя, когда ты сам активен. Потом я понял, что мне как-то это поднадоело немного, и сейчас я даже взял практику себе такую, что уже пять дней, когда я просыпаюсь, я первый час не беру в руки телефон вообще. Я просыпаюсь, я иду умываться, я начинаю готовить завтрак. Может быть, я включу музыку там на компьютере, но я не беру телефон, не открываю соцсети, не листаю ничего, чтобы не захламлять с утра голову. Потому что я вот в последнее время ловил себя на мысли, что я просто лезу в телефон, чтобы посмотреть дорогу, сколько мне ехать. И я очнулся через 10 минут, когда я уже листаю там соцсети, типа скроллю просто. И такой, ой, стоп, я вообще за другим сюда шел. Освобождать свою голову. Я научился слушать себя, учусь точнее. Не научился, а вот учусь, и сейчас в активном процессе. Потому что часто мы забиваем эфир вот этим всем. Это таймкилинг и эскапизм. Как красиво-то. Да. Эскапизм. Ну, так или иначе, в жизни каждого человека присутствует. Но я вот сейчас буду стараться сделать все, чтобы не бежать от себя, чтобы принимать себя, понимать себя. И это очень сильно помогает понимать окружающих. Вот это то же самое с любовью. И когда ты научишься любить себя, тогда ты сможешь любить окружающих. Я боюсь, что мы сейчас за грань зайдем. Нет, прекрасная грань. Так это как раз стык-стык. Суть в том, что мы заходим за грань привычного. А, ну если это у вас прям даже как... Одобряется. Да. То с удовольствием. Возвращаясь к теме. Опять же, со мной невозможно разговаривать, ребят. Ставьте лайки, если хотите большой стрим какой-нибудь. Мы вообще с вами ИРЛ пообщаемся. И, так сказать, ответим вживую на вопросы. Я недавно увлекся аниме-тематикой. И начал смотреть. Ну просто в моем детстве за то, что ты смотришь аниме, тебя могли побить в Орехово-Зуево. Знаю. Ну достаточно сильно. Я не за Орехово-Зуево, но я знаю, что могли за эмо, аниме, за все остальное. Ну эмо это уже попозже уже было. Ну в смысле, в теории, в том возрасте, в котором мне могло бы быть интересно аниме, тогда бы меня в эмо, это уже я там уже спортом занимался. Мне уже не до этого было. И сейчас я вот посмотрел несколько тайтлов. На самом деле, мне кажется, что люди недооценивают аниме. И из-за того, что по стилистике им это кажется, что вот просто какие-то глазастые чудовища бегают, но там очень много смысла. Слушай, в аниме много хорошего, и много смысла. Да-да-да. Из-за того, что я вот так сейчас тоже мотаюсь, тяжеловато идет, потому что вот его хочется прям сесть и, блин, посмотреть за один день. Там всего 25 серий, но вот ты мне потом расскажешь, как канонично их смотреть, потому что там я слышал, что продолжение... Ну продолжение там странное, да. Лучше классику посмотреть, я пока остановиться. Да, окей, хорошо. Потому что там режиссеру не дали закончить, как он хотел. Я просмотрел эссе на эту тему тоже. Кинопоиск. Кстати, обожаю этот формат кинопоиска, вот эти видеоэссе, когда они делают там, как снимал балабан. И 20 минут тебе суперклассно рассказывают про то, как тот или иной... Вот можно записать это в список того, чего я смотрю. Я не смотрю там сериалы чаще всего. Я смотрю что-то на Ютубе. Вот эти вот как раз эссе на кинопоиске обожаю. Там таким спокойным голосом. Тебе рассказывают, как снимал такой-такой-то режиссер, как этот актер стал великим, почему он отказался от этой роли, почему от этой... Ну то есть это действительно интересно и как бы познавательно. Вот еще что я обожаю. Учиться. Учиться всегда чему-то. Ну вот так, ладно, аниме. Я скачу, ребята, простите меня, пожалуйста. Все хорошо. Дай бог вашим ушкам здоровья и потерпите еще немного. Ну вот, аниме из-за стилистики, наверное, очень многими, может быть, недооценено. Из фильмов... Я даже не помню, что я последний смотрел. Я обожаю Гай Ричи, вот эти все его фильмы. Крепкие, веселые, задорные боевики. Крепкие, веселые, да. Но они вот тоже как бы... Там такие хитросплетения. Опять же, у Гай Ричи есть коммерческие фильмы, есть его авторские фильмы. Совершенно точно и определенно. Вот «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш». Вот эти хитросплетения сюжета, когда ты уже вот этот украл у этого, подставился под этого, этот его сдал, ты-ты, и они все встретились в одной точке. Ты говоришь, ё-моё, вот это красава, вот это мужчина. Раз уж о красавых мужчинах напоследок, как раз. Это не потому, что я хочу, чтобы кушки отдохнули. Ну, я понял, все домой хотят. Нет, 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 не за этого. Это очень такой красивый образ, знаешь, что бы ты посоветовал самому себе сколько лет назад, или что бы ты посоветовал молодым баскетболистам, ребятам, простым парням, на самом деле, которых намного больше за пределами Москвы, на самом деле, чем жителей Москвы. И вот каждый из них просыпается условно, ну, и он думает, что мне делать, там, как коуч, как спортсмены, как человек, что бы ты им сказал? Ну, или себе бы что-то сказал. Себе сказать мне не позволит принцип самосогласованности Новикова. Я тут недавно посмотрел отличный разбор фильма «12 обезьян». Ладно, это все шутки, но это, к сожалению, не работает. Советы, они очень-очень редко работают. Вот тот тренер, который говорил мне про петлистую вот эту дорогу, он же, у него была такая тоже фраза «Самое бесполезное дело – давать полезные советы». И я даже, наверное, сам себя, вероятнее всего, бы не послушал, потому что жизнь – это опыт, и тема, она и прекрасна. Ты никогда не знаешь, что ждет тебя за углом, но пока ты за него зайдешь, ты не узнаешь, как ты среагируешь на ту или иную ситуацию. А когда ты реагируешь на ситуации, ты узнаешь себя. Тут совет, наверное, как от всего Ивана Лазарева целиком, не от коуча, тренера, игрока, там, менеджера, кого еще угодно, блогера. Учитесь, узнавайте себя, постоянно находитесь в каком-то поиске, поиске каких-то интересных ответов. Научитесь слушать себя, научитесь ошибаться правильно, потому что ошибаться надо правильно. Вот эта мысль, она может звучать абсурдно, но она на самом деле не лишена смысла, потому что каждая ошибка приближает вас потихоньку к своей цели. Найдите свою цель, найдите вещь, которую вы любите, занятие, которое вам по душе. То, чем вы... Вот я сейчас ехал сюда, и у меня была в голове мысль, что моя цель к 40 годам — не работать. Моя цель к 40 годам — заниматься теми вещами, которые мне нравятся, и вот они будут уже мне приносить каким-то образом деньги. А я уверен, что я обязательно найду, потому что я уже на этом пути, и этот путь правильный. Единственный правильный путь — заниматься тем, что ты любишь, тем, что тебе нравится, окружать себя людьми, которые верят в тебя, которые помогают тебе, которые будут с тобой независимо от того, кто ты и как. И все обязательно сложится хорошо. Вот это вот тоже история про работайте, давайте там, преодолевайте. Это, конечно, хорошо, но это не всегда работает. Мотивация — это не бесконечный ресурс, а любовь — это бесконечный ресурс. Поэтому любите себя, любите что-то, любите свою нишу, любите свое дело и любите окружающих, и дай бог вам здоровья. Как-то неудобно что-то говорить после этого, но придется официально попрощаться. Дорогие друзья, сегодня в гостях у нас был Ваня Лазарев. Подписывайтесь на мой телеграм-канал YouTube-канал Лазаря. Прекрасный человек, центровой уникса, баскетболист, да и просто, да, опять же, прекрасный человек. Ваня, спасибо тебе большое. Спасибо большое, Саша, за приглашение и спасибо вам за то, что выслушали мой несвязанный и такой уходящий немножечко туда в шизофрению бред. Это был путь в небо куда-то. Это был прекрасный процесс, и пусть у каждого будет свой путь. Пока. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»